здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я вас приглашаю с собой на прогулку по своему городу я решила попробовать gopro в работе поэтому я и нацепила на голову так мощно и и прикрепила к голове сажусь на велосипед и еду в сторону леса за черемшой это берлаух это медвежий лук а по нашему дикая черемша вы увидите как она растет в каких количествах со мной вместе пособираете и еще узнаете очень очень интересную информацию о предстоящем конкурсе так что оставайтесь со мной и поехали а а а В наших краях весна в самом разгаре. Цветет все, что только может цвести. Конечно, аллергики бедные, наверное, страдают, потому что пыльцы от всех растений достаточно. А вообще всем остальным огромное удовольствие на все это цветение смотреть. Вы сейчас со мной вместе увидите, насколько много и красочно, и шикарно цветут яблони, груши, вишни, все, что угодно. Я как раз еду в те края, где участки. И здесь вообще по всему городку развоз она много, вокруг городка, увидите. Оставайтесь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Каждый раз, поражаясь этому богатству фруктов и орехов, и грибов, и ягод, всему чему угодно, я каждый раз, особенно по осени, я каждый раз вспоминаю Мересева, который там шишки гладал. Здесь бы ему точно не пришлось этого делать. Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! У меня для вас есть очень-очень интересное сообщение. Ой! Мне поступило предложение вместе с другими гостью-блогерами из разных стран поучаствовать в конкурсе. Этот конкурс кулинарный, такого еще на ютубе не было, поэтому я согласилась. Не знаю, что из этого получится. Я, в принципе, повар, знаете, ну, можно сказать, не ас в этом деле, хотя я люблю готовить. Но мне все равно все конкурсы интересны, я люблю в этом участвовать, и поэтому я приглашаю вас вместе со мной посмотреть. Значит, чуть-чуть приоткрою вам такой занавес, что это такое за конкурс, и, как говорится, что вы там сможете увидеть. Значит, как я уже сказала, 10 блогеров, о которых еще даже мы не знаем, кто участвует в этом проекте. Им будет дано задание, нам будет дано задание. В этом проекте мы получим список, состоящий из 10 продуктов. Каждый блогер должен будет приготовить из этих продуктов свое фирменное блюдо. Бонус дается один раз. Ты можешь заменить какой-то один ингредиент, не подходящий тебе, на другой, но только один раз. Все остальные ингредиенты ты должен обязательно использовать. Поэтому, кто что сделает, я не знаю, но в любом случае это должно быть очень интересно. Как я поняла, что я должна буду показать, как я закупаю продукты, потом, как я готовлю, что из этого получилось. Далее, самое интересное заключается в том, что будет по 10-бальной системе жюри судить. И вот тут начинается самое интересное. То есть, жюри поставят свои оценки за, как они считают. А жюри это те же блогеры, только которые уже на ютюбе известные, которые уже имеют, так сказать, право голоса. И право на то, чтобы судить нас, мелких сошек. Я не знаю, кто там будет. Я о себе говорю. Может быть, там будут крупные сошки. Это я так о себе говорю. Может быть, там будут очень знаменитые блогеры участвовать. Я вас приглашаю обязательно поучаствовать в этом, потому что очень важно будет, даже не столько важно получить первое или какое-то там второе место, или третье, или последнее от жюри, как важно получить ваши зрительские голоса. И, наверное, это для каждого блогера, в принципе, самое важное. То есть, голосуйте. Вы точно так же по 10-бальной системе ставьте оценки. Там будут выложены все ссылочки на каналы, на которые вы сможете пройти и посмотреть другие, сказать свою точку зрения на этот счет. И, кроме того, вы зайдете на каналы жюри, и они там выложат свои видео, где они будут рассказывать, почему, по той или иной причине, то есть, все честно, понимаете. Вот это, что мне понравилось в этом проекте, что даже если они бы захотели поставить какую-то, ну, нечестную оттенку, то их тут же могут, жюри, могут осудить, те же зрители. Прийти на канал, посмотреть, сказать, почему там вот по той или иной причине поставили не тому блогеру, потому что, ну, сами посудите, у всех разное мнение. У тех же блогеров есть свои какие-то предпочтения, какие-то симпатии к каким-то другим блогерам, где они могут, так сказать, не объективно судить. Поэтому я считаю, что это очень-очень важно. В общем, я вам так много рассказала, ребята, я не должна была никому этого рассказывать, это все тайно, все это мне по секрету было сказано, я дала согласие участвовать, а я взяла и вам рассказала. Но я вам для чего говорю, чтобы вы не пропустите, потому что это все будет выставлено 10 мая. Сроки были специально такие даны, чтобы все смогли вернуться уже со своих огородов, со своих участков, чтобы смогли посмотреть спокойно все это. И после того, как будут выложены все 10 видео из всех 10 блогеров, каждый уже сможет высказать свою точку зрения, и по истечении 10 дней, после того, как пройдет, ну, это где-то, получается, в районе 20 мая, будут выложены видео жюри, членов жюри, это опять-таки разные блогеры из разных стран, и по их видео вы уже поймете, кто победитель. Вот, все, что я вам хотела сказать. Ждите, это будет очень интересно. Ну, мне так кажется, в этом случае я бы, я бы лично, вот если бы меня пригласили посмотреть, я бы не отказалась. Кроме того, еще интересны сами, сами рецепты, я знаю, что там мужчины будут участвовать, так что, а мужчин вообще всегда интересно, как они готовят смотреть, ну, молодые там какие-то, наверное, а может быть и не молодые, честно говоря, не знаю, не знаю, потому что мужчины могут готовить и не молодые, скорее, чем молодые. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В следующем видео я вам обязательно покажу, что можно сделать из черемши, это суши. Вы увидите, как я это делала. Это фирменные, фирменные суши, которые можно сделать из такого вот дикого дейрлаука. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, если подвести черту всей моей прогулки, то я могу сказать, что прогулка мне очень-очень понравилась. Я от нее получила огромное удовольствие. Если не считать вмятины от камеры на лбу, с которой я проходила дальше целый день, то остальное все мне очень понравилось. Сама камера, так сказать, мне не очень понравился звук. Если ехать и записывать, говорить что-то, то микрофон работает неслышно и с какими-то шумами мне не понравилось. То есть это не для этого. А так, в принципе, обзор, угол обзора большой и камера мне сама понравилась. Но вот есть какие-то нюансы, которые нужно учить. В связи с тем, что мое видео выходит немножко позже, чем я планировала, у меня сломался компьютер. И в связи с тем, что оно выходит именно 1 мая, пользуясь случаем, я хочу вас всех поздравить с майскими праздниками. Пожелать вам отличного настроения, прекрасной погоды солнечной, шашлычков вкусных, хорошей компании веселой и всего-всего замечательного и, главное, здоровья. Здоровья, чтобы вас не подвело в этот день. Еще я вам хочу сказать всем, кто недавно подписался на мой канал, новичкам, спасибо большое, что вы подписались. Я надеюсь, что вы останетесь, задержитесь, что вам понравится. Всем моим стареньким, которые уже давно со мной ходят, ходят, нога об ногу ходят, ездят на велосипеде со мной вместе и везде со мной вместе, хочется сказать вам, ребята, не болейте, будьте здоровы, оставайтесь со мной еще долго-долго. Я с вами тоже, надеюсь, останусь, никуда не денусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok